Со мной игрок Академии Коноплёва Алексей Войченко. Алексей, старт сезона не сложился для вас. Три поражения, достаточно крупных, но потом команда преобразилась. Вообще, в чём вот секрет главной команды? Ну, мы разобрали свои ошибки при первых играх, немножко величие работы на тренировках, и вот всё пришло. А сегодняшнюю встречу что ожидали? Ну, ожидали играть на победу, а там уже какой идет. А тренерская установка, какая была вообще? Ну, как и на предыдущие матчи, кромотно. Мы прессинговали, и в обороне перестраиваемся. Довольны тем, что забили гол? Ну, доволен, но результаты мы уже не начали. Спасибо. Так получилось, что пропустили первыми, и пришлось догоняться в то время. Пенальти, вот если положить руку на сердце, был там, в штрафной площади? Да, был, он не успел немного, он хотел мне поставить корпус, но я спину ему поставил, плечом я не был. В дальнейших встречах какой игры следует ожидать от команды? Ну, как всегда, наилучший. Со мной был Владимир Павленко, спасибо за интервью. Со мной в мигзоне Владислав Прудиус. Владислав, всем ли вы довольны в сегодняшней игре? Да нет, если тренер всем доволен, то нужно заканчивать это дело. Естественно, было много ошибок. Главное, моя, наверное, была ошибка, что он все-таки не достучался, может, неправильно объяснил, как нужно действовать. В принципе, соперник не показал ничего такого, что мы не разобрали. Вот с уважением отношусь к каждому сопернику, но мы разобрали по поводу, что по каждому футболисту была конкретная. В общем, видимо, моя вина, что я не смог донести до своих футболистов. Долестные мои молодцы, боролись до конца, проявили характер. Поэтому я своими ребятами горжусь. Конечно, будем разбираться прежде всего в себе. И я думаю, в следующих играх мы исправим те ошибки, которые были сегодняшние. В прошлых матчах команда все-таки более ярко действовала впереди. Сегодня не все получалось. В первом тайме моментов было раз-два и общался. То же самое во втором убегалось. Вот с чем это связано? Вы знаете, как бы жаловаться, это удел слабых, но тем не менее мы несем с каждой игрой кадровые потери. У нас уже по сравнению с подготовкой к этому первенству минус 7 человек. 7 человек, причем стартовый состав. Поэтому сейчас нужно кое-какое время, чтобы ребята 2003 года влились в коллектив. Потому что некоторые только пришли к нам в училище. И, честно сказать, даже я еще плохо не знаю по рекомендациям тренера, по тем играм, которые смотрел 2003 года. То есть практически некоторые футболисты с листа играют. Поэтому это не всегда идет на плюс. Ничего, будем работать. Ребята сыграются, они талантливые пацаны. Поэтому с нашей помощью всего тренерского штаба училища, начиная от тренеров-авратарям, заканчивая тренерами младших возрастов, мы советуемся, ищем общий знаменатель. Я думаю, с помощью нашего тренерского штаба мы будем прогрессировать. И ребята, естественно, тоже. Ну, я не могу не задать этот вопрос. Я думаю, что все болельщики тоже задаются этим вопросом. Когда в строй вернется Шельцов? Шельцов не вернется в строй, но ушел из нашей команды. По последней информации, он же пропускал шестой тур. Там же травма была у него. Была травма после сборной, да. И Константинов заявил желание перейти. Понимаете, насколько я считаю. Спасибо вам большое за интервью. До свидания и удачи. Юрий Ельичев. К званию Юрий Ельичев. Тренер, главный тренер футбольного клуба Академии Коноплева. Оцените вообще сегодняшнюю игру. Что получилось у вашей команды, а что не получилось? Ну, как бы... Мы предполагали, что будет игра очень сложная. Потому что мы видели, как Ор играет с Четанова. И потому что предполагали немножко, конечно, как мы планировали оборону сыграть на быстрых контратаках. Так вот и получилось, потому что быстрый гол. И как бы... Ну, как планировали. Я думаю, что отдали инициативу команде соперников. Потому что достаточно хорошая команда. Поэтому планирую от обороны сыграть. Так вот и получилось. До этого задавал вопрос вашему подопечному, Владимиру Алексею Войченко. Я задал такой вопрос. С чем вообще связано преображение команды? Старт не выдался. Но после этого последовали три победы. Причем в последней игре, насколько мне известно, вы победили Динамо, главного фаворита чемпионата. Вот с чем связано преображение? Ну, я думаю, мы с мальчишками много разговаривали о том, что почему мы хуже других. Мы же не хуже. То есть терять нам нечего. И просто, наверное, сегодня мы как бы от обороны сыграли. А вот из Динамо мы старались играть агрессивно. То есть как бы... Ну, немножко у нас, конечно, скамейка коротковатая. И небольшой такой выбор футболистов. Немножко у нас, конечно, не получилось сегодня. Как вот тоже, как бы... Поэтому... Я думаю, мальчишки поверили после крупного выигрыша. И шо, где нет. Поэтому мы как бы раскрепостили. А действительно, что нам терять? Какая разница, да? То есть какое мы место займем? Мы ставимся на каждую игру. То есть вот это... Поверили в себя. А в следующих играх что ожидает ваша команда? Ну, сейчас дома принимаем ЦСКА. И шестого играем с Чертанова. То есть... Что... Я думаю, что посмотрим, как ЦСКА играет. Потому что я ее не видел. Ну, и посмотрим, как будем играть. Я думаю, будем играть... От себя. Нет, соперника от себя. Со мной был Юрий Ельчев. Спасибо вам. И побед. Вам спасибо. Спасибо.